в начале августа по народной традиции отмечается медовый спас это не только христианский но и славянский праздник люди верили что он обладает особой природной силой и если правильно его встретить можно обрести любовь удачу и счастье почему этот день с особым нетерпением ждали все девушки на руси и как можно изменить свою судьбу к лучшему узнаете прямо сейчас программе сию зов сердца этот праздник нам пришел из столицы византии константинополя где многие годы существовал обряд изнесения частей креста господня по улицам то город и его жители ощущались от болезни и скверны по церковной легенде эти три святыни помогли одержать победу византийскому императору мануилу над язычниками и андрею боголюбскому во время завоевательного похода к волжским булгарам в 1164 году кроме того праздник был связан с крещением руси владимиром крестителем 1 августа девятьсот восемьдесят восьмого года православная церковь в этот день чтит и память трех христианских святынь креста христова на котором был распятый иисус христос образа спасителя и иконы владимирской божьей матери в храме праздник встречали торжественной службой выносили крест на улицу устраивали водосвятия на реки и купались благодаря последнему праздник и получил название мокрый спас или спас на водах почему связывали вот как бы с водой потому что в этот день святая елена по преданию это мать константинополь константинопольского одного императора она в общем нашла вот это якобы древо у воды и традиционно его выносили в храм святой софии и вот таким образом как бы православная церковь уже где-то в 16 веке она приняла вот этот праздник как бы за норму и стали тоже освещать воду и выносить в центр храма крест вот и даже на воде делались и ордане также как у нас вот сейчас это традиционно происходит зимой до 19 января во многих городах они ставились и затем после освещения воды значит воду уже спускалась все население все вместе купались прямо в одежде это одежда уже считалось святой на спаса в реке купаться незамоленные грехи простятся говорили наши предки и свято верили что вода в этот день обладает целебными свойствами с помощью нее можно было защитить себя от болезней дурного глаза и даже несчастье водой можно было излечить от болезней даже домашний скот для этого на берег реки пригоняли лошадей которых священник окроплял святой водой считалось что целебная вода не только в реках и колодцах но даже на растениях для здоровой свежей и румяной кожи русские красавицы вставали на заре и шли в поле или рощу чтобы набрать росы и умыть ее лицо или обтереть тело сами же цветы на праздник маковея как его еще называли тоже обладали волшебством до христианской руси люди создавали специальные букеты обереги маковичики которые защищали семью от бед на протяжении всего года не перестали собирать маковичики и после прихода христианства правда теперь их освещали в церкви на руси были убеждены это должна сделать каждая женщина или девушка старину букеты делали из 17 трав со временем число составляющих изменилась в отварах этих цветов матери купали детей чтобы уберечь их от болезни а девушки использовали вместо современного лосьона но не только с водой травами был связан этот праздник конечно еще связывают этот день и с медом мы так и знаем что это медовый спас уже пчеловоды в этот день второй раз заламывали мед и заламывали его обязательно потому что думали если этого не сделать сегодня не заломать соты то пчел из соседней пасехи повытаскают весь мед и поэтому обряд состоял в том что пасечник одевал новую одежду красивую и шел на пасеху и на пасеку к себе и самые такие полные соты заламывал и куски укладывал большие такие добротные куски себе в корзину и нес в церковь там их освещали а затем он выходил из храма и угощал всех относильчан медом поэтому даже нищий метку испробует в этот день обязательно дети этим тоже пользовались они ходили по каждой каждому пасечнику по домам распевали разные хвалебные песенки опять же мы видим связь такой да с рождественскими колядками вот и получали за это в подарок себе мед а еще когда пробовали первую ложку меда загадывали желание как говорили наши предки что если сильно хотеть то она обязательно сбудется с помощью меда можно было очиститься и от грехов только перед тем как его съесть нужно обратиться с просьбой к своему ангелу-хранителю а если хотели помирить людей которые поссорились необходимо было дать им чай с заговоренным медом и сказать сладкий медок смешки разгневавшихся усмири их был и помоги понять ближних с праздником медового спаса связано несколько народных примет если в этот день прошел дождь то пожаров до зимы не будет поможешь нищему и убогому сам счастье обретешь на медовый спас уходят все бабе грехи но не только грехи уходят но и приходит красота считали наши предки поэтому с особым нетерпением ждали этот праздник все девки на руси еще бы ведь раньше он был сродни походу в спа-салон это был шанс усилить привлекательность магическим способом и привлечь любимого девушки становились перед зеркалом в полный рост и переговаривали я самая красивая и привлекательная приди ко мне милый и реши все мои проблемы после этого мыли косы три раза медом и возвращались на прежнее место расчесывали волосы приговаривая я красивая девушка хочу быть привлекательной для окружающих и любить себя привлекая внимание своей второй половины приди ко мне и убереги от неприятностей после произведенного заговора необходимо было смазать медом лицом на 20 минут и смыть его этот ритуал нужно продолжать на протяжении двух недель и если вы сейчас все правильно сделайте то не удивляйтесь как через 14 дней преобразится ваше лицо кожа приобретет розовый оттенок и станет бархатистой а вскоре после ритуала вы встретите парня который заслужит вашего внимания еще использовали мед не только в качестве масок для лица но и для всего тела и волос как правило после бани так этот природный продукт лучше проникал в мельчайшие поры кожи питал ее и регулировал водный баланс а еще поддерживал кожу в свежем состоянии и препятствовал преждевременному появлению морщин вот несколько рецептов которые достались нам по наследству столовую ложку меда разводили в двух стаканах теплой воды а после этим раствором протирали на ночь лицо для очищения пор кожи наносили тонкий слой жидкого меда и слегка постукивая подушечками пальцев вбивали его в кожу до тех пор пока оно не загустеет остатки меда снимали салфеткой смоченной в теплой воде в результате этой процедуры удалялись омертвевшие клетки в качестве медовой маски применяли смесь меда и оливкового масла в равных количествах все это на марлевой салфетке накладывали на лицо на 20-30 минут а еще можно приготовить медовый бальзам для этого нужно 30 грамм ромашки залит 100 миллилитрами крутого кипятка настоять в течение одного часа процедить и добавить одну десертную ложку меда нанести на вымытые слегка подсушенные волосы через 30-40 минут смыть теплой водой повторять процедуру один раз в две недели еще один очень эффективный молодильный рецепт красоты и здоровья очень простой в приготовлении полезен всем у кого проблемы с иммунитетом принимайте его постоянно и забудете про докторов и понятие старости для этого вам понадобится льняное масло 4 лимона три головки чеснока и один килограмм медом измельчите ингредиенты на мясорубке предварительно очистив чеснок два лимона пропустите с кожурой и 2 без эту массу смешайте с маслом и медом храните в плотно закрытой стеклянной банке в холодильнике не более шести месяцев принимайте по одной столовой ложке три раза в за полчаса до еды делая перерывы между приемами в одну неделю эти рецепты красоты проверены временем и одобрены нашими прапрабабушками кстати эффективны они не только на бедовый спас но и в любой другой день главное помнить что природные богатства и доброе слово творят чудеса это была программа сию зов сердца встретимся ровно через неделю